Мало того, сейчас этих виртуальных девиц в Китае, знаете сколько? Их там просто, не знаю, косой коси. Хочется там в большей степени что-то подкручивать. Плесосом с кем-то гонится и громко ругается. То это вообще западло, с моей точки зрения. Наша страна тоже в этом смысле не исключение. Это дело рук хакера. Apple чуть-чуть не добирает дотянуться до всех материальных богатств. Всем привет! В этом выпуске суд США обязал Google на три года разрешать дистрибуцию странных магазинов в Google Play. Платформа характера AI оказалась в центре скандала из-за чат-бота. Илон Маск представил презентацию Tesla. Роботы-пылесосы в США начали преследовать собак. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, его ведущая, Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифр, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Глеб Шуклин, директор по исследовательским проектам Института исследования интернета. День коллегии. Андрей Колесников, эксперт, директор Ассоциации интернета вещей. Всем привет! Алена Гераченко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в реанимационной безопасности и защите персональных данных. Привет! И у нас есть события недели, которые мы не будем обсуждать, но выделим. Нобелевскую премию по физике в 2024 году получил Джон Хопфилд и Джеффри Хинктон за фундаментальное открытие в области машинного обучения с помощью ИИ. Здорово! Поздравляем ученых! Наша первая новость. Суд США обязал Google на три года разрешить дистрибуцию сторонних магазинов приложений в Google Play и запретил платить разработчикам за эксклюзивное размещение. Собственно, как указывается в новостях, это, скажем так, точка в разбирательстве с Epic Games, которая длится с 2020 года. И большая была история, в том числе, собственно, это дело имеет большие последствия для, наверное, будущей мобильной экономики, поскольку может изменить правила и условия работы в App Store и Google Play и предоставить больше свободы разработчикам. Как вы думаете, как судебное разбирательство между Epic Games, Apple и Google могут повлиять на регулирование цифровых рынков в будущем и вообще сможет ли это стимулировать реформы антимонопольного законодательства в разных странах? Ален, наверное, тебе первый микрофон. Так, ну, для начала я бы сказала, я бы задала, наверное, вопрос, как строится в это вообще Рустор, да, то есть будет ли он включен в эти послабления. Вот, ну, мне это интересно с точки зрения отечественного доступа на рынке. А с точки зрения решения суда американского и в целом этого спора довольно очевидная история, потому что Google довольно часто ограничивал разработчиков в плане размещения приложений, в плане предоставления сервисов для оплаты. И, ну, довольно логичное решение, оно немного скорректирует монопольное положение Google. А как ты думаешь на Apple экосистему? Это как-то повлияет? Потому что они, по-моему, самые закрытые и самые жесткие, гораздо шуще, чем тот же самый Google. Ну, просто по опыту. Мне кажется, мы опять разделимся. Вот, у них там будет что-то свое, они вряд ли будут принимать этот тренд. Вот, они в целом склонны к монополизации, и большинство судов они выигрывают, поэтому вряд ли они быстро встроятся в эти ограничения. Ну, а с точки зрения Google, то, наверное, быстрее. Да, кстати, ранее суд признал, что Apple не монополист в этом плане, а Google как будто бы монополист. Интересно, такие двойные стандарты. Дело в том, что они по совокупности воспринимают всю эту историю, потому что Google – это еще и огромное количество онлайн-ресурсов, включая YouTube, включая, собственно, поиск. Вот, в этом плане Apple чуть-чуть не добирает набор вот этих вот своих фишек для того, чтобы попадать на радар всяких антимонопольных комитетов. Вот, так что Google, да, первая ласточка. Ну, эта история, ну, она же как бы не первая. Вообще, американцы, например, любят делить всякие монополии, естественно. Началось это еще очень давно, началось там с Bell, с AT&T и так далее, да, когда телекомы разделили на множество компаний. Собственно, это было одним из фундаментальных решений, которые в том числе привели к бурному развитию раннего интернета. Вот, и, ну, посмотрим. Наверное, это дело хорошее. На мой взгляд, это еще одно сражение в большой войне, скажем так, кто будет регулировать конечного пользователя. Это такое антиэкосистемное дело, да, совершенно верно. Apple в этом смысле более инфраструктурный сервис, поэтому к нему меньше претензий. Но когда вы выстраиваете экосистему с большим количеством сервисов, конечно, вам хочется там в большей степени что-то подкручивать. И это в большей степени нравится меньше регуляторам различного рода. Вот тут, как бы, антимонопольность, антимонопольная служба выступает исключительно инструментарием. Вот, а в целом это владение умами, скорее так. Вот, мы это видим, тенденцию на такую битву в любой стране мира, где выстраиваются экосистемы. В общем, наша страна тоже в этом смысле не исключение. Ну, действительно, будем смотреть, как будут разворачиваться заражения дальше. То, что они будут, это однозначно. Любая система будет бороться за то, чтобы иметь автономию максимальную. Это бизнес, чего личного. Но и с другой стороны, регулирование, да, тоже такой своеобразный бизнес. Сразу вспоминают Стругацкий, в понедельнике начинается суббота, когда универсально удовлетворенный человек, да, то есть дотянуться до всех материальных богатств, свернуть пространство и остановить время. Вот цель любой монополии. Отлично. И, кстати, еще немножко про бизнес. Наша следующая новость. Илон Маск представил на презентации ТЭСЛУ, которая будет стоить меньше 30 тысяч долларов США. Ну, собственно, тут, конечно, с точки зрения бизнеса очень интересно обсудить. И вообще, как введение доступного электромобиля повлияет на рынок такси, пассажирских перевозок? И вообще, за счет чего они собираются снизить стоимость, учитывая общее текущее подорожание компонентов? Давай мы начнем с... Не будем завтра сфокусироваться на стоимости. Стоимость – это всего лишь функция оптимизации производства. Дело в том, что электрокары, Теслы в производстве, в количестве деталей, в использованных материалах, в универсализации гораздо дешевле, чем автомобили традиционного внутреннего сгорания, там, дизели и так далее. Вот просто дешевле. Почему? Потому что они проще. Вот. Это первое. Самое главное, с моей точки зрения, есть две стороны этой истории. Первое. То, что самодвижущиеся машинки – это не новость, все знают. Стоят лидары, эти Теслы уже ездят с автопилотом. Это, там, Вейма такси, да, который ездит по Калифорнии, в частности, и периодически упадает под вандалов. Мы об этом тоже разговаривали. Здесь фишка вот в чем. Почему-то такси, область такси и перевозок – это какая-то несчастная отрасль. В том плане, что на нее приходятся удары периодические, которые трансформируют этот бизнес. Ну, первый начал Uber, да, когда просто перевернул рынок такси, традиционных таксопарков. Это первый. И теперь, как Маск со своей дешевой машиной, с автопилотом. Ну, вот вчера просто там, ну, условно говоря, сколько зарабатывает таксист? Это же для таксопарка – это чистые косты. Вот, то есть для человека это хорошо, он зарабатывает деньги, кормит семью, а с точки зрения бизнеса – это косты. То есть каждому водителю нужно платить. А тут на тебе, 30 тысяч машинка – ноль. Надо платить водителю мейнтенанс, соответственно, этой машиной минимальный, потому что это электромобиль. Это же не потому, что он типа модный и хайповый, а потому что он реально в эксплуатации стоит дешево. Вот, сам подъехал на зарядную станцию, встал, сам зарядился, поехал дальше. То есть с точки зрения бизнеса, оптимизации костов – вообще блестящая идея. Поэтому технологически здесь, конечно, никаких новостей нет. То есть автопилоты есть, они уже много лет ездят, их улучшают, они становятся лучше. Но с точки зрения бизнеса – это как бы очередной удар. Почему? Потому что попадают вообще все автомобильные отрасли под раздачу. Это в том числе и грузовые перевозки, это в том числе и муниципальные перевозки. Потому что, ну вот, Маск, он как-то умеет бить в какой-то прям центральный нервный узел. И в этом, мне кажется, его главное умение. Конечно, вокруг этого много всякого хайпа, маркетинга и так далее. Но если мы принимаем как главный аргумент фактор времени, то есть не вопрос «что», а вопрос «когда», вот мне кажется, спорить можно будет только вокруг этой самой точки. То есть когда это случится. Это может случиться через год, может случиться через пять лет, может через десять. Но это случится обязательно. Поэтому, конечно, это прикольная новость. Мне кажется интересным аспект разрушения платформенной бизнес-модели. того же Uber, да, и Lyft, это стандартная платформа, если людей с их машинами заменяют электромобиль, ну, по типу скутера. Чтобы такой же скутер электромобиль, ну, только чуть побольше. То эта платформа переставит быть, собственно, платформой. И вот тут интересно, как это дальше будет развиваться. Ну, я бы тут еще поделилась бы концерн таким, что, ну, например, на рынке России, да, известно, что автопарк, такси, он в том числе представлен какими-то мигрантами, и причем в большинстве своем, наверное. И это вопрос уже не столько экономики в некоторых регионах, не столько и республиканции, как там ограничить, да, внедрение, или как урегулировать в целом эту область, как следить за ней. А плюс еще подключаются вопросы миграционного спора, да. То есть если в будущем, в среднесрочном, долгосрочном планировании, как Андрей сказал, через 5-10 лет рассматривать эту проблему, думать над ней нужно уже сейчас. И, возможно, в зависимости от этого корректировать допустимость наполнения новыми автопилотными машинами рынка в той или иной степени. Спасибо большое за ваши комментарии. Перейдем к нашей следующей новости. Роботы пылесоса в США начали преследовать собак и выкрикивать российские оскорбления. Это дело рук хакера. Ну, как будто бы кажется, что такие новости пока редкость, хотя это у нас достаточно прикольно, мы, конечно, осуждаем взлом, но звучит, конечно, очень креативно. Стоит ли нам переживать вообще, какие риски могут возникнуть, если IOT-устройство сейчас уже становится частью нашей домашней сети и могут ли быть какие-то более серьезные последствия для вообще безопасности и конфиденциальности данных, создания ботнетов, другие какие-то кибератаки? На самом деле, эта история совсем не нова. То есть это уже в двухтысячных периодически повторяется. Взламывали пылесосы, взламывали какие-то лампочки, взламывали в целом умные дома. Преимущественно этим занимались в США хакеры. Кто-то ради потехи это делал, то есть таргетировано на какую-то семью нацеливался, кто-то на какую-то компанию нацеливался. Но тут ключевой вопрос. Как умные дома можно обезопасить? У нас этот рынок тоже развивается. И вопрос. Нужно ли ставить какие-то средства защиты информации на вот эти оконечные оборудования, пылесосы, лампочки и так далее? Ну, кажется, как будто это дичь какая-то, да? Потому что в таком случае рынок, он будет сильно ограничен, и его стоимость повысится, и в общем-то не будет стимулировать вообще развитие этого тренда. А все мы любим удобные пылесосы и лампочки. Поэтому, мне кажется, этим должны озаботиться в первую очередь с компанией, Яндексы всякие, которые по лонке нам предлагают, чтобы с их стороны, как минимум, был вот этот постоянный мониторинг, управление инцидентами. И, конечно, работать с пользователями. Потому что как-то так произошло, что пользователь узнал о том, что он сломан, только увидев, что его пылесосом за кем-то гонится и громко ругается. Ну, почему он узнает это по факту, а не от этой компании? Значит, что компания не особо вкладывается в развитие конфиденциальности и взаимодействия с субъектами. Ну, что добавить к этому? Ну, взламывают не устройство, взламывают платформу. В данном конкретном случае. То есть устройство всего лишь исполняет команда, которая получает от облачного сервиса. И поэтому, то есть, это самый худший вариант. Почему? Когда ты добираешься до облачной платформы, которая управляет устройствами, ты, по сути, получаешь контроль над всеми устройствами. Ну, то есть ты можешь им управлять, можешь отдавать им команды и так далее. Я бы не стал к этому, кстати, перемешивать DDoS. DDoS – это вообще отдельная история. Это отдельно стоящие камеры, которые с выделенными IP-номерами, то есть которые можно взломать и использовать как средство атаки. В этом плане для DDoS представляют угрозу домашние IoT-хабы, так называемые, если их взломают. Но в целом, это, конечно, не новая история. И целиком ответственность, конечно же, лежит на вендоре, который, собственно, поставляет и устройства, и платформу управления. И, ну, как бы надо лучше следить за своим хозяйством, что тут можно добавить. Это, ну, не знаю, стандартная практика. Это не первый, не последний случай. Их будет много. Обезопаситься от этого невозможно. Не нужно никаких иллюзий, да, то есть что не будет никакой серебряной пули или волшебной пилюли, которая вылечит, вылечит все такие системы, и они станут как бы такие суперзащищенные и так далее. Вот. Хорошо, что это в домашнем сегменте. Ну, как бы смеялись, прикололись, собаки побегали. Хуже, когда люди на коленке делают такие системы, которые используются, например, в муниципальном правлении, там, не знаю, снабжением, канализацией, электричеством и так далее. Ну, слава богу, таких случаев тоже немного. Ну, по крайней мере, каких-то совсем криминальных вещей, о которых можно было бы говорить, когда там какой-то ущерб нереальный нанесен. Ну, для меня такие случаи неизвестны. Хотя тут вот, что хочется подчеркнуть. Мы делали опросник пару недель назад по поводу проблем, которые заботят наших автоматизаторов, то есть компаний, которые занимаются IoT-технологиями. Вот интересное сравнение просто по одному пункту. То, что делал IoT Analytics, это такое агентство достаточно большое, в мире известное, у них на первом месте стоит безопасность. А среди российских пользователей, профессионалов, я имею в виду, которые этим занимаются, безопасность находится на третьем месте. Просто мне кажется, что наши специалисты, наши эксперты, они более прагматично подходят к этой задаче. То есть они пуганные, но не настолько. А вот на Западе они все очень пугаются, значит, пугаются утечек, пугаются потери контроля и так далее, и так далее. Вот это очень интересная разница, можно будет потом как-нибудь ее пообсуждать, именно разница восприятия угроз. А можно прямо сейчас, на самом деле, на мой взгляд, это следствие такого явления, я называю это баланс в общественном договоре между свободой и безопасностью. Значит, у каждого народа или социума за своей властью есть негласный такой договор. И чем больше у народа свобода, тем меньше у него безопасности и наоборот. Ну и в каждый конкретный момент времени, в зависимости от каких-то обстоятельств, они там передоговариваются. Если в какой-то момент государство начинает наступать слишком сильно на свободу, не давая при этом безопасность, народ начинает волноваться. И наоборот. Вот тут, собственно, мне кажется, как раз проявлена разница между нашим общественным договором российским и зарубежным. У них безопасности очень много, очень мало свободы. Мы привыкли к большей степени свободы, хотя сейчас постепенно-постепенно всё больше её отдаём, приобретаем определённую степень новой безопасности, которой раньше не было, в том числе в сети. Но это такой подвижный, в общем, отдел. Поэтому, мне кажется, очень наглядно, что наши специалисты поставили безопасность на третье место, а не на первое. Ну, я ещё раз подчеркнул, что этих случаев будет всё больше. Ну, они будут. Они никуда не исчезнут. Да, и тут, кстати, мне кажется, интересный аспект персональной информационной безопасности. Понятно, что специалисты, обеспечивающие безопасность юридических лиц, ну, как бизнес, это стандартная история. Там действительно никаких новых, наверное, тезисов высказать сложно. Но у каждого из нас со временем всё больше будет становиться действительно устройств, подключённых к интернету. Компании по умолчанию, безопасностью нашей заниматься, скорее всего, вот так вот, как бы мы сами и занимались, не будут, только если это будут какие-то принятые стандарты, или это будет понятный нишевой бизнес. Поэтому, конечно, пользователям стоит задумываться о собственной безопасности, о раскрытии их конституционной информации. Ладно, когда пылесосы выкрикивают какие-то гадости. Но если эти пылесосы записывают на микрофон, например, то, что происходит у вас дома, в квартире, это уже не так интересно. И тут я вижу возможность для рынка персональных советников. Глеб, я как раз видела недавно такую рекламку, но она была больше ориентирована, видимо, на каких-то публичных личностей, то есть у которых реально много активов, которые могут как бы вписаться в процесс социальной инженерии, взлом их аккаунта. И действительно такие услуги появились. Просто мне кажется, что это хорошая область для автоматизации этих услуг, потому что каждому человеку нанять себе адвоката приватности, конфиденциальность, дорого будет. А какие-нибудь приложения, управляющие конфиденциальностью, типа хранители ключей, они же есть уже, но может быть что-то более глубокое, более расширенное. Ну, я хотел добавить, что вот именно по этой причине у меня, например, нет умной колонки. Потому что... Вы еще социальная инженерия? Нет, ну потому что как бы, ну слушают же. Я понимаю, что я старый параноик, но это же опыт не на пустом месте. Поэтому категорически... Не отличная колонка. Ну да, я посмотрела, кстати, на сайтах есть там советы для персональной функциональной безопасности, устанавливать там защищенные пароли, из 11 уже символов, все больше и больше. Но сейчас как бы это выглядит так, что нам нужен какой-то защищенный контур, не знаю, криптошлюзы и всякое такое. Звучит уже намного серьезнее, чем просто... Тем более, как вот, Андрей, на самом начале... И шапочка из фольги. Да, да, не забываем про шапочку из фольги. Андрей сказал, что это вообще-то история не про конкретный взлом одного устройства, а про платформу и про все данные, которые там в облаке где-то хранятся. Кстати, я думаю, нам надо будет интересно отдельную тему устроить. А что вот, как бы, интернет через пять лет? То есть это мегаплатформа или все-таки распределенные, децентрализованные системы, где каждый может контролировать степень как бы отдачи своих данных, своей информации по вне? Или же это все-таки дальнейшая фейсбукизация, индексизация, сбербанкизация, так сказать, пользователей? Вот это интересная тема, о которой можно будет потом поговорить. Кстати, да, она уже всплывает. Я уже поднимаю. Отлично, будем обсуждать. Может быть, сделаем дискуссионный клуб отдельно на эту тему, чтобы фокусно рассмотреть. И наша последняя новость. Платформа Character.ai оказалась в центре скандала из-за чат-бота, имитирующего личность убитой девушки. Ну, данный случай, конечно, поднимает серьезный вопрос о том, как компании, занимающиеся разработкой, и вообще в целом даже социальные сети к этому тоже относятся, как можно защитить этические принципы, и в целом, какой механизм может быть для предотвращения таких инцидентов. Ну, собственно, вот остается очень много вопросов, на самом деле, и непонятно, как юридически можно оспорить, то есть пострадавшим, такие действия платформы. И, собственно, такие случаи, как будто бы, мне кажется, не знаю, редко рассматриваются в судах. Там даже у платформы есть оговорка, которая не позволяет подавать пользователям в суд на сервис, но как будто бы нет формулировок, которые смогут как-то оградить все равно пострадавших или платформу наоборот. То есть там нужно будет еще отдельно рассматривать условия обслуживания этой платформы и находить какие-то способы, наверное, для судебных разбирательств дальше. Ну, собственно, вот у меня всякий вопрос про механизмы. Ну, вот загрузили фотографию этой девушки в чат-боты, она там стала отвечать, и каким-то образом должно быть какая-то быть модерация, или что может спасти вот в таких случаях, как этот? Ну, в первую очередь, сама платформа, там, чат-бота, социальные сети, ну, где бы это ни разворачивалось, она должна маркировать страницы погибших именно пользователей, да, там, умерших пользователей, как неактивные, или, может быть, ставить социальный символ. То есть, я знаю, вроде ВКонтакте так делают, периодически там страницы умершего человека, они показывают эту надпись. Возможно, хотя бы такие меры локальных правил улучшат ситуацию в сегменте, да, там, где развивается ИИ, там, где страницы таких мертвых пользователей, они являются основным поставщиком информации для того, чтобы научиться создавать образы и цифровые личности. Но все это у нас, опять же, убирает тем, о котором мы часто здесь обсуждаем, это согласие родственников на использование этих образов, согласие непотребствий людей перед смертью, да, на обработку данных, информации. Вообще, я бы тут подумала в сторону не согласия, а отказа. То есть, может быть, проще сделать модель активного отказа, чем выражать каждому сервису свое согласие, потому что как будто бы отказом можно быстрее закрыть эти зоны. Я бы с другой стороны посмотрел на всю эту историю. Ну, как я уже и раньше говорил, ну, помер, как бы, и, в принципе, тому, кто помер, дала мучки глубоко по барабану. Но есть один маленький нюанс. А если это тупой чат-бот, да, то есть, который как бы притворяется тобой, твой аватар использует, но при этом не использует тот контекст, тот объем материала, который живой пользователь наработал и оставил в интернете, да, то есть, не пытается подстроиться под характер, под манер этого человека, под его, так сказать, стиль речи, его какие-то ужинки, да, то это вообще западло с моей точки зрения, да, когда берут просто человека, который помер, берут его аватар и там несут пургу. Мне кажется, это очень обидно будет. А вот если это умный чат-бот, который проанализировал все твои видео, все твои записи в соцсетях, посмотрел все твои фоточки, вычислял твой характер, твои манеры и после этого сделал хорошего, качественного чат-бота, который тебя имитирует после того, как ты помер, совсем другой разговор. Прям какая-то хорошая область для мошенничества. Вот так. Ну, а что, а куда деваться? Я к этому очень спокойно отношусь. Да, будет мошенничество, да, будут аватары, да, мало того, сейчас этих виртуальных девиц в Китае, знаете, сколько? Их там просто, не знаю, косой коси. Вот, поэтому, ну а что, ну так и будет. Поэтому, ну не знаю, вот меня лично волновало бы качество моего аватара, если кому-то придет в голову когда-либо сделать, ну, по крайней мере, ну, так сказать, на том массиве информации, который останется после человека, чтобы этот чат-бот и этот искусственный интеллект, чтобы обучать, чтобы хотя бы, ну, был похож на оригинал. А так, вот. Тогда. Голова профессора Дуэля. Да, тогда на этом все. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом Telegram. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова